Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самары ГИС вы смотрите программу «Территория права». И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самары Хайкина Инна Борисовна. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну что же, традиционно наша программа выходит в прямом эфире, а это означает, уважаемые телезрители, что сейчас и на протяжении получаса вы можете звонить к нам в студию и задавать свои вопросы, касаемые наследства, дарения, брачного договора. Ну, в общем, все те вопросы, связанные с нотариальными сделками, вы можете получить консультацию в прямом эфире от Инны Борисовны, от нотариуса города Самары. 202-11-22. Именно по этим телефонам мы ждем ваших звонков в студию. Ну а начинаем мы нашу программу с вопросов о новшествах. Как мы уже неоднократно говорили в наших программах, что нотариусы 2016 года и уже на протяжении полугода удостоверяют новые обязательные виды сделок с недвижимым имуществом. Инна Борисовна, напомните, пожалуйста, какие виды договоров стали обязательно подлежать нотариальному удостоверению с 29 декабря 2015 года? Новелла федерального закона 29 декабря 2015 года, 391-й закон, федеральный закон внес ряд изменений. Эти изменения коснулись обязательной нотариальной формы. В каких случаях теперь вы, граждане, должны обращаться к нотариусу, чтобы удостоверить тот или иной договор? Это договор о купле-продаже долей в праве общей собственности недвижимого имущества постороннему лицу, третьему лицу. Такому лицу, который не является собственником вашего помещения, вашего недвижимого имущества. Договор о купле-продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину, либо гражданину, признанно ограниченным в дееспособном. Это договор купли-продажи земельной доли, больше для районных жителей это будет интересно И соглашение о разделе общего имущества супругов, нажитого супругами в браке В том случае, когда супруги во время брака не разделили свое имущество путем подписания и нотариального удостоверения брачного договора Не разделили это имущество в судебном порядке И впоследствии возможно это разделить путем составления соглашения о разделе совместно нажитого имущества С 2016 года такое соглашение подлежит обязательному нотариальному удостоверению И сделки по распоряжению недвижимым имуществом на условиях опеки Более того, 2 июня 2016 года принят новый федеральный закон 172 Что он внес, что он принес в нотариальные сделки Нотариальная форма сделок установлена для всех сделок по отчуждению доли в праве общей собственности недвижимого имущества В том числе, когда продается весь объект недвижимого имущества, принадлежащий участникам долевой собственности Например, когда квартира принадлежит маме, папе и сыну по 1 третьей доле В таком случае тоже необходимо обратиться к нотариусу И установлена обязательная нотариальная форма для всех сделок по отчуждению недвижимого имущества Принадлежащего несовершеннолетнему гражданину и гражданину ограниченного дееспособного Исключена обязательная нотариальная форма для тех сделок, которые заключаются на условиях доверительного управления То есть доверительное управление не обязательно в нотариальной форме вы можете передавать свое имущество управлять Вместе с тем нотариус учреждает доверительное управление по делам о наследовании То есть в рамках наследственного дела он в целях защиты имущества, которое впоследствии будет оформлено на наследников Учреждает договор доверительного управления Это уже несколько другой вопрос Обязательно продолжим его У нас есть звонок от телезрителей Я предлагаю его послушать Добрый вечер, вы в прямом эфире Мы слушаем ваш вопрос Добрый вечер Говорите, здравствуйте Я бы хотела узнать, что необходимо для того, чтобы заключить брачный договор Это можно сделать до заключения брака или уже в браке Да, спасибо за вопрос, Нина Борисовна Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению Его можно заключить как до заключения брака, так и во время заключения брака До заключения брака можно обратиться к нотариусу Стороны могут обратиться с целью, что приобретаемое в будущем имущество Будет с момента заключения брака принадлежать в определенных долях Либо одно имущество будет приезжать одному супругу Другое имущество будет приезжать другому супругу То есть разделить эти объекты Если вы обращаетесь к нотариусу уже во время брака То нужно предоставить свидетельство о заключении брака И желательно представить те документы, на которые вы хотели бы разделить Нотариус закажет самостоятельную выписку из единого государственного реестра Проверит, нет ли никаких ограничений обременений Укажет это имущество в брачном договоре По вашему желанию разделив так, как вы его пожелаете Либо можно указать, что определенное одно имущество будет принадлежать супруге Другое имущество будет принадлежать супругу В брачном договоре вы можете указать и те объекты имущественных прав, которые вы в будущем будете приобретать То есть на приобретаемое в будущем имущество Супруги могут установить режим раздельной собственности, общий, долевой Тем самым изменив режим общего совместного имущества Ну, брачная жизнь, как говорится, очень долгая И поэтому, возможно, впоследствии права могут разделиться Я имею в виду, что если, допустим, супруги ранее установили порядок Как вы сказали, а потом, к примеру, приобрели автомобиль И уже изменили свое отношение Вот брачный договор по ходу супружеской жизни, он дополняется? Может, как-то он видоизменяться? Либо он статичный? Если в супруге в брачном договоре указали определенные конкретные объекты То, естественно, на приобретаемое в будущем имущество Нужно будет заключить дополнительное соглашение Соглашение подлежит обязательному нотариальному удостоверению У любого нотариуса самое главное, чтобы была соблюдена форма Форма брачного договора и любых соглашений об изменении Либо о дополнении подлежит также обязательному нотариальному удостоверению Спасибо большое У нас есть еще один звонок от телезрителей Мы вас слушаем очень внимательно Спасибо, что к нам дозвонились Здравствуйте, говорите, пожалуйста Добрый день Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы заключить договор По жизненному содержанию перед июням? Спасибо Сегодня какие разносторонние вопросы Да, спасибо за вопрос На самом деле вопросы насущные И чаще всего приходят к нотариусу с этими вопросами пожилые люди Либо, к сожалению, одинокие люди Которые боятся и правильно делают Передать свое имущество просто каким-то людям По договору дарения Которые не подразумевают никаких встречных обязательств Но есть безопасный договор Который непременно защитит того лица Который будет называться получателем ренты Это договор по жизненному содержанию сождествения Что нужно? Прежде всего нужно обратиться к нотариусу Договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению С документами, с правоустанавливающими на квартиру Нотариус также самостоятельно закажет Кадастровую стоимость этого объекта Закажет выписку из единого государственного реестра Естественно, проконсультирует, проведет беседу На каких условиях вы хотели бы заключить этот договор По жизненному содержанию сождествения Вы можете в этом договоре указать те вопросы Которые вы хотите решить Это может быть уход за вами Предоставление вам медикаментов Это может быть... Пустите условия, на которых желательно Рентополучателю заключить этот договор Вот, кстати, рентоплательщик должен приходить Вместе к нотариусу Ну, конечно, так как это двухсторонний договор На консультацию, естественно, должны прийти вместе И впоследствии, конечно, это подписывается договор Только в присутствии двух сторон Нотариус очень подробно объясняет все условия Потому что переход права собственности По такому договору Подлежит сразу после нотариального удостоверения Вместе с тем будет обременение В пользу получателя ренты Он никогда не сможет воспользоваться и распорядиться Объектом, переданным по договору По жизненному содержанию с сождествением Без согласия получателя ренты Тем самым этот договор и защищает того человека Который передал свою квартиру Переход права собственности уже произошел Но у него есть инструмент, который его защищает Это право залога в его же пользу Инна Борисовна, в продолжении Логично это вопрос Ренту можно отменить и отменяется у нотариуса договора Либо он вставляется раз навсегда Ну, если вопрос возник об отмене Значит какой-то есть конфликт Значит уже не нравится получателю ренты Либо уход, либо изменились условия Это договор, который носит несколько личный характер И очень важно, кто будет ухаживать Кто будет выполнять функции плательщика ренты Это не заключается только в определенном каком-то денежном обеспечении То есть от плохого настроения договора не зависит Нужны реальные конкретные обставания Вот, поэтому если это конфликт, это конечно судебный порядок Если конфликта нет, и бывают разные ситуации Что в бесспорном порядке, конечно нужно будет обратиться к нотариусу Составить соглашение о расторжении Либо о выкупе этой, о выкупе ренты Спасибо, мы обязательно продолжим нашу тему Но звонок от телезрителей у нас есть на линии Мы вас приветствуем Задавайте свой вопрос, пожалуйста Здравствуйте, можно? Здравствуйте, да Это, вот у меня к вам такой вопрос Вот у меня завещание 20-летней давности Оно в силе или не в силе? Спасибо Завещание составляется один раз и навсегда Если вы ничего не передумали Если у вас не изменились никакие обстоятельства Самое главное, чтобы была соблюдена форма этого завещания Она должна быть нотариально Если вы прочтете внизу удостоверительную надпись И там будет, что завещание составлено у нотариуса Нотариально удостоверено Завещание у вас действует И оно вступает в силу Простите, только с момента смерти Вместе с тем бывают случаи Особенно это бывает в области Когда завещание составлено и удостоверено Органами местного самоправления Вот 20 лет назад С момента принятия Ну уже больше в 93-м году С момента принятия Конституции До нового федерального закона Об органах местного самоправления Были переходные положения На основании которых органы местного самоправления Не имели права удостоверять завещание Вместе с тем В некоторых районах практика К сожалению была сохранена И когда обращаются к нотариусу Такими завещаниями Которые нотариально не удостоверены А удостоверены в определенный период В тот период, в котором органы местного самоправления Не имели законодательных полномочий Вот это очень важно И к сожалению наследники обращаются Чаще всего в суд Чтобы признать, что документ исполнимый И он имеет силу Поэтому лучше всего Если вы прочитаете четко Что оно удостоверено нотариусом Может быть тогда еще в государственной нотариальной конторе Это однозначно завещание действует Если у вас будут какие-то сомнения Пожалуйста обратитесь к любому нотариусу Либо в нотариальную палату Чтобы специалист и нотариус прочитал И уже обозрев документ Четко вам дал правильную консультацию В дополнение нотариуса Инны Борисовны Хочется добавить Что периодически на ваших экранах Уважаемые телезрители появляются телефоны Сайт нотариальной палаты Самарской области Возьмите пожалуйста их себе на заметку Ну и конечно же Существует по определенным дням горячая линия Где консультанты отвечают на ваши вопросы Вы можете совершенно спокойно На сайте эта информация обозначена Позвонить и задать свой вопрос Инна Борисовна Принимаем еще один звонок от телезрителей Да слушаем Да слушаем вас очень внимательно Здравствуйте 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 Скажите пожалуйста Я хочу купить квартиру И у меня есть мысль Вот можно как-то безлибо согласие купить Потому что я покупаю свои собственные деньги Спасибо Спасибо за вопрос Если вы оформляете договор у нотариуса В любом случае вам потребуется согласие супруга Для нотариальной формы сделки Согласие супруга необходимо И со стороны, которая продает имущество И со стороны, которая покупает Если вы будете приобретать имущество В простой письменной форме Согласие на покупку тогда не потребуется Но так как сейчас большинство сделок Подлежит нотариальному удостоверению Только впоследствии государственной регистрации Согласие супруга вам необходимо Более того Согласие супруга вам необходимо И ввиду того, что то это в любом случае подчеркивает бесспорность сделки, в какой бы форме она ни была сделана. И супруги должны быть уверены, что они приобретают имущество в общую совместную собственность, и супруг должен знать, с какой целью потрачены общие совместные имущества в виде денег. В данном случае здесь было сказано, что собственные мои деньги, то есть в таком случае нужно доказывать или приносить какой-то удостоверяющий документ, который доказывает, что это личные средства, допустим, подаренные родителям, невесты родителями, или, собственно, заработанные деньги, или это считается уже купленная недвижимость в браке, Инна Борисовна. Да, вот... Тонкий момент достаточно. Очень тонкий момент. К сожалению, бесспорно невозможно доказать, когда супруги находятся в браке и нет брачного договора, чьи деньги являются личной собственностью. Согласно статье 34 Семейного кодекса, доходы являются также общим совместным имуществом. И неважно, кто получает это имущество, оно все равно переходит в общую совместную собственность. Поэтому, если эти деньги вы унаследовали, либо вам их кто-то подарил, два основания, по которым у нас исключается режим общесовместного имущества, тогда вам нужно перед сделкой обратиться к нотариусу, удостоверить брачный договор на приобретаемое в будущем недвижимое имущество, изменить режим совместного имущества и определить режим раздельной собственности. Тем самым, приобретаемая на ваше имя квартира будет принадлежать только вам и юридически, и фактически. Спасибо большое за такие подробные профессиональные ответы. И у нас есть звонок от телезрителей, мы слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Ваш вопрос? У меня такой вопрос по поводу наследования. У меня же продается квартира, хозяйка была бабушка, она умерла. Сейчас сын вступает в наследство и после полугода продает ее. Я хотел бы узнать, после закрытия наследства, если еще объявятся родственники, бабушки, они могут отназвать сделку по поводу купли-продажи квартиры? Оставайтесь пока, пожалуйста, на линии, вдруг у нотариуса будут дополнительные вопросы. Сына Борисовна, понятен вопрос? Понятен вопрос, да. Очень многие задают этот вопрос, потому что ситуация несколько рискованная, когда приобретатель покупает квартиру унаследованную. Правильно я поняла? Унаследованную квартиру. Прежде всего, нотариус, оформляя наследство, естественно, проверяет круг наследников. Это прямая обязанность, и у наследников есть также прямая обязанность, установленная гражданским кодексом, подать заявление, либо фактически вступить в наследство в течение шести месяцев. Проверив круг наследников по закону, в бесспорном порядке нотариус выдает свидетельство о праве наследства. Если есть фактически проживающие, либо лица, которые заявили, но впоследствии не хотят оформлять свои наследственные права, нотариус выдает только на определенную долю. Если перед вами документ, на основании которого собственник недвижимого имущества унаследовал и является единственным собственником, это, конечно, говорит о том, что нотариус в бесспорном порядке проверил, и нет никаких сомнений в том, что это единственный наследник. Но, конечно, ситуации бывают разные, и периодически наследники возникают и через пять, и через десять лет. Что наследники вправе делать, наследники, которые обратились? Они, конечно, обращаются в суд с целью восстановить свои права и отменить свидетельство о праве наследства. И, конечно, ваша ситуация, возможно, будет разбираться в судебном порядке. Но вы в данном случае добросовестный приобретатель, и вы приобрели это по документам, права на которые зарегистрированы, и зарегистрированное право может быть оспорено только в судебном порядке. Если единственный наследник, а если круг наследников, ну, кратен трем, к примеру, и остальные два против продажи этой квартиры, как быть в данном случае? Также обращаться нужно к нотариусу с целью известить других участников долевой собственности о намерении продать свою долю. Конечно, сособственник не может продать всю квартиру, он может продать только долю. Обращаться нужно к нотариусу, чтобы передать в публичном, в официальном порядке через нотариуса. Со свидетелями, наверняка, да? Не со свидетелями, просто нотариус передает путем направления заявления другим сособственникам предложение приобрести продаваемую долю у сособственника. Тот человек, который хочет приобрести, он не может эту дольку свою отчуждать, не спросив других сособственников. И тем самым их не уведомил. Вот если надлежащим образом сособственник уведомил других своих совладельцев через нотариус, направил ему подробное заявление о том, что продается определенная доля, установлена определенная цена продажи, условия продажи, в таком случае сособственники получают такое письмо и имеют преимущественное право к покупке, то есть купить раньше, чем другие третьи лица воспользуются этим правом. Порой бывают спорные ситуации, и собственники либо не хотят получать такие письма, либо не находятся в том месте, где официально зарегистрированы, и сособственник не может им надлежащим образом вручить, так сказать, это письмо. Даже если через нотариус он отправляет, то мы отправляем путем почтового направления и отправляем по тому адресу, который нам заявил заявитель, и, конечно, по тому адресу, который официально знает совладелец. То есть адрес регистрации. Обратно может прийти это письмо, может прийти уведомление о том, что не получено, хранится на почте, не вручено, либо вручено мы видим ненадлежащему лицу, подпись на уведомлении стоит ненадлежащего лица. Что делает в таком случае нотариус? Нотариус в любом случае может выдать свидетельство о том, что сособственник надлежащим образом исполнил свою обязанность. И у нас есть новая статья в Гражданском кодексе, 165.1, которая говорит о том, что обязанность совладелец исполнил свою, и он может продать спустя месяц такую долю, не дожидаясь никаких ответов. Потому что самое главное ему было известить надлежащим образом и выждать срок. Спасибо. Следующего дозвонившегося мы слушаем. Алло, говорите, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Скажите, пожалуйста, я, меня интересует... Сорвался звоночек, дозванивайтесь к нам. Время в программе еще есть, Инна Борисовна. Следующий вопрос, как мы с вами говорили, совсем недавно было введено обязательное удостоверение всех сделок по отчуждению долей в недвижимом имуществом. Вот поподробнее, если можно. К сожалению, до нотариального удостоверения сделок были, ну, рейдерские захваты в квартирах, так можно сказать. Была неправомерная схема, в соответствии с которой участники долевой собственности, чаще всего встречаются здесь, дарили какую-то микродолю третьему лицу, тем самым налогообложение было сведено до минимума. Третье лицо становилось собственником этого помещения, и потом уже сделки между сособственниками не подлежали нотариальному удостоверению, и потом уже происходила такая мнимая сделка. Почему мнимая? Потому что другие сособственники были надлежащим образом не уведомлены. Они были введены в заблуждение тем, что третье лицо стал сособственником, стал совладельцем того или иного недвижимого имущества с помощью мнимой притворной сделки. Вот такие мошеннические схемы с 2016 года были частично исключены, а с 102 июня 2016 года совсем исключены. Путем передачи нотариусам прав по обязательному нотариальному удостоверению этих сделок. Всегда, когда есть возможность нарушить права третьих лиц, есть и обязанность обратиться к нотариусу. И только нотариус в бесспорном порядке проверит, не нарушены ли интересы третьих лиц, проверит, соблюдены ли все условия сделки, разъяснит и ни в коем случае не удостоверит мнимую сделку. Даже если к нотариусу сейчас обратятся с вопросом удостоверить такой вот мнимый договор дарения маленькой доли. Подтекст этой сделки ясен, нотариус откажет, ввиду того, что сделка мнимая и микродоля не позволит проживать в этом помещении. Спасибо. Точка. Да. Принимаем звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я хочу купить квартиру собственной. Мама продает эту квартиру. Я хочу ее купить, приобрести от нее налог, взять налог с нее. Я могу потом эту квартиру опять перейти в собственную с мамой. Будьте, пожалуйста, на линии, если вдруг какие-то будут дополнения. У мамы вы хотите приобрести по какому договору? Мама продает квартиру, она меняет меньшую площадь на больше. Меньшую на больше. То есть сейчас ей принадлежит какая-то квартира, и покупателем по этой сделке будете вы? Да. Это договор, конечно, вы можете сделать. Вы совершеннолетняя, дееспособная, мама, соответственно, тоже. Верно? Верно. Но у меня уже есть квартира в собственности. По старинам. У вас может быть несколько квартир в собственности. То есть я могу с этой квартиры получить налог, а потом могу я, допустим, квартиру перевести в палину в собственности. Впоследствии можете, после того, как вы оформите все свои вопросы с налоговой инспекцией, это ваше право, которое у вас будет зарегистрировано, и распорядиться вы можете по своему усмотрению. Спасибо. Инна Борисовна, вот среди обязательных нотариальных сделок вы также указали соглашение о разделе общего имущества супругов. Вот расскажите, пожалуйста, что представляет собой это соглашение? Соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов. Верно, да? В 2015 году это соглашение не подлежало нотариальному удостоверению. И, к сожалению, по его содержанию разные были случаи. Делили имущество поровну, не поровну, возможно, в пользу одного супруга или другого. Что подразумевает это соглашение? Конечно, это раздел от слова «делить». И, конечно, это имущество должно быть поделено именно. Прежде всего, нужно в общем имуществе супругов установить доли, в общем имуществе в целом, не указывая квартиры, это земельный участок, автомобиль, денежные средства, просто доли. И потом в счет как бы погашения этих долей вы можете распределить то или иное имущество. Конечно, это имущество должно быть приближено к равному разделу. Если это имущество не приближается к равному разделу, супруг, который получает меньшую часть, он должен заявить о том, что для него эта сделка не кабальная. Нотариус, естественно, разъяснит, еще раз проверит, содержание условий сделки подлинно расскажет и покажет. Но супруг должен осознавать, что он получит меньше. Поэтому, если нотариусу будет сомнение, что эта сделка в какой-то мере будет кабальная, он, конечно, эту сделку не удостоверит. Соглашение о разделе имущества супругам, конечно, должно быть только на условиях бесспорности. Если есть какой-то конфликт, если стороны не до конца что-то договаривают, либо умалчивают о каком-то имуществе, которое впоследствии они захотят поделить, либо которое они, возможно, оставят одному ребенку или второму, с такими скрытыми вопросами не стоит обращаться к нотариусу. Нужно сказать все, что есть, и нотариус посоветует, как лучше разделить тем, чтобы не нарушены были права, незаконные интересы ни одного супруга, ни второго. Все-таки раздел у нас должен исходить от слова «делить». Спасибо. Я думаю, что мы примем последний звонок. Если вы на линии, то мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. К сожалению, звоночек у нас ушел, и у нас осталось совсем несколько минут. Каким образом должно делиться имущество супругов по соглашению? Ну, как я уже сказала, супруги должны обратиться с документами к нотариусу. Перечислите, пожалуйста, какие, Инна Борисовна. Документы. Прежде всего, это свидетельство о госрегистрации. Это правоустанавливающий документ. Это может быть как свидетельство о праве наследства, договоры о приватизации, договор дарения, договор купли-продажи. Если у нас основание безвозмездное, договор дарения и наследство, это сразу у нас отметается и исключается из общей массы супругов. Если имущество у нас приобретено возмездно по разным видам договоров, то сразу мы можем его делить. Никакие документы сейчас нотариусу вы не представляете, ну, за исключением справочки с места жительства по сделкам, нотариус самостоятельно запрашивает все сам в рамках Единого информационной системы. Ну что же, спасибо вам огромное. Наше время подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Территория права» и на ваши вопросы отвечал нотариус города Самары, Хайкина, Инна Борисовна. Спасибо вам большое за интересную беседу, за ваши профессиональные ответы. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»